Приветствую, уважаемых участников мероприятия. Меня зовут Артём Светлов. Я хочу сейчас каратенечко, минут на 8 хочу рассказать, что мы в фирме NextGIS сделали за время прошедшее с предыдущего мероприятия, то есть за последний месяц. Недавно мы запустили сервис, который называется NextGIS.com. Это сервис, где вы можете получить свою WebGIS. Это такая же, такая же крутая WebGIS, как карту DB, но с ней вы еще также можете работать также с мобильным приложением и с десктопным приложением QGIS. Я сейчас покажу, какие функции мы в нее добавили за последнее время. Я это покажу на примере своего инстанса. Он открыт. Вы можете зайти на этот же адрес в любое время и посмотреть, что там лежит. Открываем веб-карту. В общем, сюда можно выкладывать геоданные свои, то есть практически вы можете сделать свою, можно делать все, что в OpenStateLab, но делать это именно у вас. Эти данные будут ваши, они не будут перемешиваться с другими данными. То есть вы можете публиковать здесь те данные, которые, которым не место. ВСМ, например, какие-нибудь касающиеся дел вашей организации. Так вот, значит, что тут добавилось. Например, я сюда загрузил данные адресного реестра Москвы, который был опубликован на портале Департамента информационных технологий где-то год назад. Сейчас они загрузятся. Сейчас появится много маленьких домиков. появляется. В общем, что я хочу сказать, значит, то, что вы видите на экране, эти данные распространяются по протоколу TMS. Мы добавили возможность, что можно в URL тайлов сдавать несколько слоев через запятую. То есть, сейчас я открою сайт, где написан адрес. Так тоже должно заработать. Вот как выглядят эти домики, если их отрендерить в QGIS. А вот такой теперь получается адрес TMS. Вот он. Вот такую строку вы можете скопировать и вставить джосом. И номера слоев, и идентификаторы стилей можно перечислять через запятую. То есть, теперь можно... Их, естественно, может быть не два, а больше. То есть, таким образом, вы можете более сложные данные раздавать по протоколу TMS и, например, обрисовывать их в джосме. Я знаю, что тот уже пробует загружать в QGIS спутниковые снимки. То есть, можно загрузить на несколько отдельных сцен. И так через запятую их перечислить номера и использовать эти данные в другой программе. Так. Ну да, вот так вот они выглядят. То есть, вот такие же данные можно смотреть в джосме. Так. Следующее, что мы добавили, это мы починили русский язык в рендере QGIS. То есть, обычно в аналогичных системах, типа карта DB, типа мап-сервера, используется своя подсистема рендеринга и свой язык картостиль. То есть, картостиль там нужно писать самому и в виде кода. Мы вставили сюда, вовнутрь, QGIS. То есть, можно у себя в QGIS настроить оформление стилей и загрузить файлы в формате QML. И теперь там отображается русский язык. Вот пример этого стиля. Преимущество такое, во-первых, это гораздо проще настраивать стиль визуально. Во-вторых, у QGIS, у него очень хорошие алгоритмы автоматической расстановки подписей. То есть, чтобы разные подписи друг на друга не накладывались в тех местах, где их много. Вот. То есть, вот, например, такой карты, которая рендерится QGIS. Вот. А сама карта, я про нее, пожалуй, расскажу в следующий раз, когда ее доделаю. Это меня на отдельном сервере регулярно, каждый час идут, выгружается по оверпасу из OSM-а, а социальные авто маршрутки. То есть, они выгружаются по моему списку и грузятся в NextGIS Web, то есть, на этот сервис NextGIS.com. Грузятся они через его API. Тут есть REST API, но я про него не могу рассказывать долго. В общем, данные на GIS Web можно грузить автоматом. Так. И третья фича, о которой, хочу сказать, это вот она добавилась только сегодня, поэтому я демонстрацию не подготовил, я покажу видео. NextGIS. Оно длинное, но я его пущу в перемотке, если найду. Да, мы добавили в QGIS и у нас есть модуль. То есть, это QGIS, это настольное приложение. Сейчас демонстрируется, как добавить в него подложку. Вот. А наша новая вещь, это то, что можно грузить из QGIS в временные слои. То есть, вот как делается временный слой. То есть, генерируется отдельный слой, в него можно рисовать фичи, но он не сохраняется как файл, а остается в оперативной памяти. В QGIS функция удобна тем, что слой работает гораздо быстрее, чем с файлом, и там нет никаких ограничений. То есть, нет ограничений на размер на размер атрибутов, и он быстрее обрабатывается. Сейчас сделаю три слоя. Вот такие слои, к ним можно добавлять атрибуты. Эти слои можно получать и копируя эти фичи из других слоев, например, открыть большой шип-файл и что-нибудь из него скопировать. И вот наш второй модуль NextGIS Connect. Вот он ставится. Вводится подключение к NextGIS. Справа виден список ресурсов в WebGIS. И просто нажимается кнопка импортирует существующий проект. И вот сейчас эти три слоя временных они загрузятся в Web. Вот они загружаются. И тут есть кнопка показать веб-карту. И вот сейчас вот эти же самые объекты из векторного слоя, они уже видны в интернете. Они видны в WebGIS. Вот таким образом это очень хорошо ускоряет работу в QGIS. То есть тебе гораздо меньше кнопок нужно нажимать. Таким образом я приглашаю вас публиковать свои данные в NextGIS. Не стесняться. Я уже публикую, например, это заношу разные объекты, которые хочу посетить в других городах. Вот, например. В следующий раз я расскажу о том, как все эти объекты можно посмотреть будет в нашем новом мобильном приложении, которое к тому времени, я надеюсь, будет уже опубликовано. Спасибо за внимание. Я считаю, что в QGIS неудобно рисовать гематеристический объект. Да. Можно есть в JOSPIT? Можно. Можно в JOSPIT сохранить чего-нибудь как geogson, открыть его в QGIS. И файл формата geogson можно загружать прямо в веб через веб-интерфейс. Плагин называется. API есть, описание есть. Нет. А, ты хочешь, чтобы мы написали плагин? Нет, просто Максим тут недавно говорит, я все наши продукты начал. Если еще в JOSPIT парится, нам просто будет бесконечно длинный список поддержанного софта. Это нас накроет. На скольких серверах рендерится вот это все? То есть, я так понимаю, что каждая изменена масштаба или скрыта, это внутренний QGIS, все это начали рендерить. Там есть кэш и... Нет, кэш пока нет, но там как раз Саша думает. Разве он не включил через NGIN? Вопрос кэшировать, он не простой, потому что очень много ликтонцев. И вот один, и держать такой огромный кэш, простая задача. А пока кэширов нету, но он достаточно умный. Сервер там один сейчас, но система кластерная, то есть по мере роста количества этих, то есть, ну опять же, надо будет отработать добавление в кластер. То есть мы еще не делаем, то есть в самой архитектуре она лежит возможность добавления кэширов. Но на практике пока не было необходимости. Здесь же, учитывайте, бесплатный инстанс, там всего один воркер. На один инстанс. То есть, по большому счету, даже на имеющемся сервере можно ускорить. Я забыл про мобайл. А, ну про мобайл я покажу в следующий раз, потому что мы его сейчас... Потому что тогда, надеюсь, он будет зарелизен в маркете, потому что там большие изменения. Это раз. Во-вторых, там нужно готовить слайды, чтобы показать на проекторе. А мобильные приложения, там все то же самое, что в QGIS, но именно мобильные, все заново написанное, быстро и с нативными кнопками. Да, пишите туда. Продолжение следует...